здравствуйте друзья первый день войны на митинге с участием литераторов прозвучали такие слова каждый советский писатель готов свои силы весь свой опыт и талант всю свою кровь если это понадобится отдать делу священной народной войны против врагов нашей родины эти слова были оправданы самого начала войны писатели почувствовали себя мобилизованными и призванными одних она позвала на фронт чтобы с оружием в руках отбивать атаки врага других в тылу подняла на героический труд каждый как мог приближал победу вместе со всем народом встали на борьбу с фашистами и архангельские писатели их оружием были и винтовка и пулемет и слова с первых дней войны был призван на фронт писатель и журналист евгений степанович каковин он родился в соломбальском районе города архангельска многодетной семье потомственного моряка о рождении будущего писателя сохранилась запись в церковной книге соломбальского александра невского храма который находился при знаменитом флотском полуэкипаже назван в честь святого евгения празднуемого церковью 21 января детство евгения каковина прошло в соломбале отец степан андреевич работник дирекции маяков и лоции белого моря всю свою жизнь связал с морем и сын его после семилетки окончив архангельскую морскую школу ходил в каботажное плавание машинистом механиком на пароходах со вторг флота молодой моряк жадно впитывал впечатления бывая на мурмане в онеге и мизине на новой земле и в наринмаре тогда же он начал пробовать свои силы в литературном творчестве активно начал публиковаться в 1933 году как в местной так и в центральной периодике в 1934 36 годах евгений каковин корреспондент газет лесная промышленность по северному краю и северный комсомолец в 1939 году каковин был призван на военную службу газете патриот родины ежедневной красноармейской газете архангельского военного округа он освещает события советско-финской войны 1939-1940 годов когда началась великая отечественная война евгению степановичу каковину было 28 лет он уже был известен и как писатель и как журналист активно печатающийся в газетах и журналах 1939 году увидела свет его первая книга сборник рассказов возвращение корабля была написана издана в архангельское областное издательство и рукопись книги детства в соломболе директор издательства посоветовал каковину показать свою повесть столице и 22 июня 1941 года евгений степанович приехал москву война оборвала все его творческие планы каковин срочно возвращается в архангельск и вскоре отправляется на фронт как и многие литераторы каковин в годы войны стал военным корреспондентом сотрудником газеты карельского фронта патриот родины которая считалась одной из лучших фронтовых газет сначала редакция газеты находилась петрозаводске а после оккупации города осенью 1941 года перебазировалась в кейм патриоте родины заметки филитоны и рассказы каковина печатаются регулярно он пишет и о героизме советских солдат и об армейских буднях описывает солдатский ратный труд и короткие часы досуга называет имена и фамилий командиров и рядовых воинов пишет своего рода хронику которая сегодня воспринимается как одна из страниц документальной истории великой отечественной войны корреспонденту к ковину приходилось много ездить по воинским частям бывать партизанских отрядах если и удавалось заниматься творчеством то она была связана только с военной тематикой подписывал свои материалы или евгений каковин если это был рассказ или очерк или старший лейтенант евгений каковин когда речь шла об учебе бойцов в тылу а политучебе или других событиях работал напряженно и плодотворно некоторые из его произведений становились известными всей стране в частности подвиг рассказ героизме рядового связиста ценой своей жизни обеспечившего связь командованию наши дни особую ценность приобретает все что было напечатано во фронтовых газетах создавалась корреспондентами и писателями в разгар боевых действий и сразу после войны в числе этих важных свидетельств и фронтовые публикации евгения каковина они описывали конкретную ситуацию рассказывали о реальных людях бойцах красной армии и призваны были как и вся фронтовая печать в целом прежде всего укреплять дух солдат поддерживает них веру в победу карельский фронт войска которого защищали северные рубежи страны от баринцево моря до ладожского озера был самым протяженным свыше полутора тысяч километров фронтом великой отечественной он просуществовал дольше других фронтов с августа 1941 по ноябрь 1944 года и был единственным на одном из полярных участков которого в районе мурманска противник так и не сумел перейти государственную границу ссср спецификой карельского фронта было и то что только здесь для обеспечения войск использовались оленьи и собачьи упряжки не случайно одно из лучших своих произведений о войне повесть вожак санитарной упряжки евгений каковин написал о том как помогают людям на войне собаки это повесть опубликованная в 1945 году увлекла и воспитывала не одно поколение юных читателей в ней есть все что необходимо хорошей детской книге захватывающий напряженный сюжет героический пафос торжество добра мужественные верные герои и люди и преданные им собаки и сегодняшним детям также как и десятилетия назад их сверстникам очень интересно читать о том какими незаменимыми помощниками были зимой на фронте собачьи упряжки на которых вывозили с поля боя раненых и доставляли артиллеристом боеприпасы избрав сложную форму повествования показ событий через восприятие животного автор сумел убедительно раскрыть психологию ездовой собаки малыша передать ее ощущения переживания во время учебы и в различные моменты фронтовой жизни это обусловило необычный своеобразный показ и самих военных действий героическая в повести предстает не исключительных эпизодах и фактах а в суровой обыденности боевых будней в этой повести как и в других произведениях о войне полной мере проявилась такая характерная особенность прозы евгения каковина как лаконичность смысловая емкость каждой фразы каждого слова и это качество сочетание синтаксической четкостью фраз ясностью и простотой авторского повествования делает произведения писателя понятными и доступными даже самым юным читателям и повесть вожак санитарной упряжки и написанную ранее еще в 1942 году небольшую повесть гарнизон маленькой крепости о стойкой защите дота группы солдат каковин композиционно выстраивает как цепь отдельных ярких эпизодов стремится не просто рассказать но и показать происходящее и повести и рассказы евгения каковина о войне написаны на реальном документальном материале и в то же время писатель стремился к обобщением к показу отдельных конкретных событий не как единичных и уникальных а как типичных распространенных так он показывал и фронтовые подвиги и самоотверженность людей оставшихся в тылу прежде всего солдаток матерей и жен фронтовиков произведение евгения каковина о войне и сегодня остаются благодаря своим художественным достоинством и четким нравственным ориентиром в числе лучших произведений рассказывающих детям о том каким неимоверным ратным трудом каким ежедневным героизмом всего народа была завоевана победа также во время войны каковин работает над произведением под условным названием офицеры но к сожалению рукопись сгорает в редакции начинает писать повесть подруги но она тоже не имеет продолжения остались только вырезки военных газет с небольшими отрывками из этих произведений во время великой отечественной войны евгений каковин опубликовал около ста очерков военных корреспонденций филе тонов рассказов повести и рассказы о войне каковина просты и бесхитростны прямота и простота редкие гости в современном мире и потому эти качества прозы евгения каковина особенно привлекают сегодня евгений каковин в своих повестях рассказах и очерках не показывает многие страшные стороны войны это общая черта литературы создававшийся в военные и первые послевоенные годы своим словом писатели искренне стремились укрепить веру в победу помочь бойцам стойко переносить все трудности и лишения воодушевить и вооружить терпением всех несущих на своих плечах тяготы войны многие века живет наш народ и много раз гнал он вражьи силы от своей земли будет и теперь так этими словами которые пишет отец на фронт сыну обращается к своему юному читателю и евгений каковин завещая новым поколением русских людей беречь и защищать родину военная проза каковина написанная в разные годы объединена в сборнике осколок которую вы можете найти на сайте мук цбс сегодня из этого сборника прозвучит рассказ горсть земли опубликованный в газете патриот родины 10 ноября 1944 года евгений каковин горсть земли утром березовая роща засвистела защёлкал невидимый бесстрашный плёст переливчатый свист необычайной чистоты заставил я на вздрогнуть ян инстинктивно сжал кулак вместе с горстью влажной от росы пахучей земли он лежал в тесной неудобной ячейке лежал молча полное ожидания и напряжение впереди нескольких сотнях шагов проходила граница а за ней ненавистная фашистская германия бойцы ожидали сигнала к атаке ожидал ян крестьянин и партизан теперь красноармеец он разжал кулак и взглянул на горсточку земли против его воли глаза заслала голубая влага человека в двадцать семь лет трудно заставить плакать то были слёзы большой ненависти и большого счастья переливчатый свист клёста и горсточка земли в сжатом кулаке как и три с лишним года назад но тогда яну было двадцать четыре года и его волосы не убеляла седина подминая плетней посевы ползли тогда крестоватые зловещие танки и может быть это было первое что вызвало ненависть и обиду в сердце молодого крестьянина у деревни шел бой и ян полсуток не мог попасть к своей семье фашисты ворвались деревню и подожгли ее свою злобу они выместили на жителях деревни перед которой им пришлось задержаться на двенадцать часов у родного пылающего дома я нашел убитого старого отца может быть яну посчастливилось среди многих трупов он не нашел своей жены и своей дочери может быть он мог надеяться увидеть их живыми в тщетных поисках ян ходил вокруг деревни по полям и лесам пока его ночью не задержали немецкие солдаты ему сказали шпион и закрыли сарая к утру над выгоревшей деревней стояла тишина дверь открыл унтер офицер он вытолкнул яна из сарая и указал в направлении речки ян догадался ведут на расстрел за что вели двое унтер и солдат солнце чуть-чуть приподнялось над полями оно еще не успело высушить на травах росу унтер был самодоволен и насмешлив солдат молчалив и равнодушен и между ними пустив голову шел смертник ян унтеру было скучно он искал развлечения некуда торопиться белорус всегда успеет получить свои несколько граммов свинца пусть он перед смертью выразит последнее желание международное право унтер захихикал они стояли на песчаном берегу речки два палача и осужденные без суда последнее желание чтоб вы сгинули проклятые мучители нет этого желания они не выполнят я хочу проститься с моей землей сказал ян унтер совсем развеселился чего же с землей прощаться все равно в ней придется лежать или белорус мечтает о небе он кивнул головой в знак согласия ян взял в руку горст песчаной сырой земли он смотрел на нее долго долго потом приложился к ней губами над головой на высокой сосне засвистел невидимый клест это длилось секунду две потом резкий взмах и горсть песку ослепила глаза унтера не успел солдат опомниться как винтовка под сильным ударом вылетела у него из рук ян выхватил у ослепшего унтера пистолет и двумя выстрелами решил судьбу так началась борьба он скрывался в лесах три года партизанин когда партизанский отряд соединился с красной армией ян стал красноармейцем и вот части красной армии подошли к границе восточной пруссии ян лежал в тесной ячейке и ждал сигнала к атаке стояла необычная напряженная тишина переливчатый свист клеста заставил его вздрогнуть инстинктивно сжатом кулаке скрипнула земля земля в затуманенном влажном взоре яна она засверкала бесчисленными кристаллами свободная снова родная советская земля ощутимая весомость золотых колосев и пряные запахи сочных трав сколько дней недели месяцев тосковали по тебе твои хозяева блестки металла в сыпучем узломе чугуна медь золото дым кочегарок струи нефти и искристость антрацита земля земля вокруг уже бушевала канонада орудийные залпы сотрясали землю над головой ныли снаряды взвелась ракета янг вскочил нажал на спусковой крючок и увлекаемый неудержимым порывом побежал вперед янг вскочил